Круглый стол Бессмертный полк Он должен был нашему обществу, которое имеет такие наследия войны в каждой семье значительные, он должен был что-то обществу дать. И год назад прошли парламентские слушания в Государственной Думе, назывались они «Патриотическое воспитание граждан России», «Бессмертный полк», из которого следует, что главным направлением вот этого огромного сообщества «Бессмертного полка» является воспитание нашего подрастающего поколения. И нам хотелось осмыслить и использовать тот огромный интерес к своим родным корням, к своим дедам, прадедам, солдатам Великой Отечественной войны, которые испытывают все участники шествия, наше общество, интерес к родным архивам, которые, может быть, долгое время хранились, был подогрет этим величественным зрелищем и самим явлением «Бессмертного полка». Поэтому нам необходимо эти опыты все увидеть и сконцентрироваться на воспитании наших детей, их образовании, потому что те примеры, которые мы недавно видели в Бундестаге, они свидетельствуют о том, что наши молодые люди, они связь с тем великим временем не всегда имеют прочную. Поэтому «Бессмертный полк», он создал приоритетный проект, называется он «Народный проект», который устанавливает судьбы пропавших без вести защитников Отечества как возврат долга, который наше общество не вернуло семьям после Великой Отечественной войны. Хочу сказать, что Министерство обороны, когда мы обсуждали ресурсы «Память народа» и «Мемориал», подтвердило, что та совокупность документов, которая там выставлена, требует бережной работы. Поэтому в этой связи эксперты, историки, добровольцы, которые научились с ними работать, они очень хотели бы выстраивать именно с такими сообществами отношения, потому что неподготовленному пользователю очень сложно разобраться во всем этом многообразии. Поэтому информационная платформа, о которой вы говорите, это, безусловно, очень важная и актуальная вещь, которую нужно создать, которая собрала бы все эти базы данных и помогла бы нам эффективно устанавливать судьбы пропавших без вести, защитников Отечества. И, кстати, почему бы нам не создать карточку на каждого пропавшего солдата, которая, уже используя современные методики, могла бы наполняться, сайты-агрегаторы есть, которые наполняли бы эту карточку. Она могла впоследствии через работу поисковиков быть привязана к конкретной семье, они бы ее дополнили своими личными семейными архивами, а все это вместе дало бы возможность наиболее полно вот эту страшную годину военную увидеть и из семейных архивов, и с точки зрения государственных архивов. И самое главное, что каждый желтый документ той эпохи, он имеет магическим воздействием на семью, потому что это святые страницы в прямом смысле, и когда вы его находите, это имеет большое значение именно для членов вашей семьи. Для архива это всего лишь единица хранения. С удовольствием представляю слово Игорю Ивановичу Ивлеву, российскому военному историку, который очень много потрудился для установления судеб солдат и по запросам людей, и по просьбе бессмертного полка. Игорь Иванович, вам слово. Благодарю. Возникновение и взрывной рост общественного движения бессмертный полк России свидетельствует о том, что нашему народу в свое время, 73 года назад, если отсчитывать от Дня Победы, была нанесена чудовищная рана. То есть мы погрузились в состояние, когда от нас ушел, включая естественную смертность за годы войны, каждый четвертый. Вот представьте, не ровен час. Вот мы четверо сидим, завтра кого-то нет. Точно, гарантированно нет. Прошло 73 года. Маленькая инициатива снизу, потихонечку нарастая, 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 вывела на улицы миллионы людей. И здесь очень верно говорилось о том, что люди гордятся за своих родственников. выходят на улицы с портретами, будучи горды за подвиги, за то, что они смогли, наши предки совершили, перемогли. Никто не считал, а сколько же людей выходит болеть за своих пропавших. За кого душа, сердце, вся натура, все существо до сих пор болит. Ведь людей-отказников от своих родственников, единицы, находят поисковики, бойца, отыскают десятыми, пятнадцатыми дорогами в других государствах, в том числе своих, их, вернее, родственников, и те вдруг отказываются. Таких единиц. В основном, в подавляющем большинстве, люди принимают сведения о своих, а уж тем более, если удается останки передать, своих, как вот только что ушедших, то есть годы, семь с лишним десятилетий, на чувствительность проблемы не повлияли. Официальная численность пропавших около четырех миллионов человек. Но куда деться от примерно почти одиннадцати миллионов записей именных в картотеке, централизованной картотеке потерь, личного состава войск, в Центральном архиве Министерства обороны и в других архивах, например, РГВА или архив ВМФ. Куда от них деться? Четыре миллиона это цифры, а почти одиннадцать миллионов это имена. Да, там частично кто-то будет в повторе, но они погоду не делают. Соответственно, вот эти одиннадцать миллионов учтенных плюс около одного и восьмидесятых миллионов вообще нигде не учтенных людей, погибших и пропавших. Вы знаете, когда звучит фраза, ну вот Коля сказал про половину в архиве утраченных, я бы все-таки осторожнее. Этот термин, эта формула родилась аж в девяностых годах. Четверть наших пропавших без вести лежит в наших архивах с дополнением, возможно, даже третьих. Говорю это с полным основанием. Я в поиске на поле боя 30 лет, почти, в архиве 28, в центральном архиве Министерства обороны. Я знаю, о чем говорю. Буквально на прошлой неделе работаю с документами запасного полка, их много, их много, их 392 номера и еще несколько формирований у многих из них. И вот в книге приказов встречается пункт 2, например, исключить такого-то из списка личного состава и снять с удовольствием в связи с смертью основание донесения полкового врача. Тут же беру смартфон, проверяю его через УБД, мемориал, его либо нет, либо он пропавший. Если бы вы знали, сколько тысяч через меня таких прошло, я подхожу к руководителю отдела архива и спрашиваю, что с ними делать? Вот что с ними делать? На каждую мне писать докладную на начальника архива, чтобы приняли на учет потери. Отвечает, причем совершенно правильно отвечает, неустановленный порядок, надо в установленном порядке. А в установленном порядке сообщает только военкомат, согласно приказам Минобороны. Это частность, но это иллюстрация того, с чем мы имеем дело. Донесение сануправления военных округов о травматизме и смертности. Если бы вы знали, сколько десятков тысяч там лежит наших пропавших. Их нигде нет. Летчики, воткнувшиеся в землю в связи с катастрофами самолетов, при перегонах самолетов из одного места в другое. Речь не идет, хотя это в том числе о Красноярской трассе. Они сейчас многие узнали. А речь идет о перегонах между аэродромами. Он оттуда вылетел, он оттуда снят. А сюда не прилетел, сюда еще не зачислили. Кто будет учитывать? Не учитывает никто, ни та часть, ни эта. Знаете, сколько тысяч летчиков, то есть в офицерском звании или там, скажем, ну, сержант или сержант у нас пилоты, сколько пропавших, которые не числятся нигде, прилетели буквально запросы, я же говорю, мне эти запросы идут каждую неделю десятками. Что делать с летчиками, которые обслуживали формируемые полки войска польского, авиационные, которые не значатся нигде, но лежат вместе с погибшими курсантами этих полков на одном кладбище? Их нет нигде. Курсанты есть, поляки, а наших нет. Что с ними делать? Откуда, как? Только архив, рыть и так далее, и так далее. То есть, о чем было здесь сказано? О создании портала, о движении по нарастающей проекта, народного проекта по установлению судеб пропавших без вести, без создания портала, без создания площадки, которая бы объединила общественные силы и государственные силы, нам эту проблему не сдвинуть. Она лежит мертвым грузом, она не сдвинута. Память народа, портал память народа классный, там столько информации, что просто это на загляденье, это мечта любого историка, архивиста. Но вы попробуйте там найти конкретный документ. Я задаю 375-ю стрелковую дивизию, а он мне выдаёт 246-ю. Зачем она мне? Ну и так далее, так далее. Закон о бояковечении памяти. Посмотрите, кто является его исполнителем. Исполнителем поисковой работы и его бояковечением является общественное и общественно-государственное объединение. Вопрос о государстве, где? Это не государственная проблема, это государственная проблема. Соответственно, портал этот, о котором говорится, в рамках народного проекта, он бы подтянул как раз государство сюда, потому что любой военнослужащий, Министерство обороны, который прича... или уже вольнонаемный, например, известный товарищ Кирилл Интеранов, который причастный к созданию памяти народа, а также непосредственно разработчики и исполнитель базы данных, скажут вам следующее. Мы только предоставляем копии документов и не имеем права создавать новые записи, а новые записи это утраченные люди, которых нет нигде. Почему я говорю, что либо нет в ОБД мемориал или на памяти народа, либо пропавший без вести. То есть если он хотя бы пропавший, его можно в личном кабинете что-то туда положить, а если его нет, никто ничего не положит и не дополнит. То есть я понимаю, память народа это слепок архива. Да, архив что хранит, то хранит. Каждый дописывать в документе не имеет права. Должен быть тогда портал общероссийский объединяющий все ресурсы государственной и общественной. Спасибо, Игорь Иванович. Это действительно долг, который еще не отдан и вернуть его можно только всем миром. Это такая старинная русская формула соработничества. Игорь Иванович. Игорь Иванович. Игорь Иванович.